Приветствую вас и попробую помочь в решении вашей проблемы. Давайте посмотрим так. Ваши ожидания это цели, которые вы сами себе ставите. Цели ориентируются на ваше желание, на то, чего вы хотите. Соответственно, если вы замечаете, что ваши цели, которых вы желаете, не оправдываются, значит, либо вы неверно выбрали способ для удовлетворения своих желаний. Например, если вы работаете для того, чтобы получать определенную сумму денег, и этой суммы денег вы не получаете, значит, вам нужно, скорее всего, либо менять работу, либо становиться более высоко квалифицированным специалистом, либо менять сферу профессиональной деятельности, так как определенно она не дает вам того, чего бы вы захотели. И вот данный аспект является одним из самых важных. То есть это в том случае, если вы, ну, не имеете соответствия вашим желанием и цели. То есть желание лучше приводить в адекватном соответствии со своими целями. В раздельном случае могут быть определенные проблемы, и эти проблемы, они достаточно серьезно на вас отразятся, к большому сожалению. Следующий важный момент, это если желание все-таки соответствует целям, да, но, несмотря на это, цели все равно не достигаются. Тогда получается так, что вы, к сожалению, ставите перед собой заранее с личиком невыполнимые цели, или, или эти цели, как бы вам правильно сказать, эти цели не соответствуют тем средствам, которые у вас есть для их достижения, и не соответствуют условиям задачи, которые имеются, и которые определяют то, чего вы хотите достичь, чего вы хотите добиться. В этом контексте несложно предположить, несложно сделать вывод, что принципиальным, я бы даже сказал, кардинально важным является наша проработка, и средств, проработка, и условий задач, и требований, которые предъявляются для выполнения этой задачи, чтобы вы могли вместе все вот эти элементы привести к единому знаменателю, и тем самым вы будете четко представлять тогда, чего вы можете достичь, чего вы уже достигли, а чего вы достигнете спустя определенное, скажем, время. И вот так, через изменение, если говорить точно, через изменение своего мышления, через изменение построения структуры, образования целей и выполнения задач, вы и сможете отстраниться от создания подзавыщенных ожиданий от ситуации. Потому что, понятное дело, что потребности человека, они всегда гораздо больше, чем имеется на это благ. Иными словами, человек всегда хочет больше, чем то, что может дать ему окружающий мир. А благ всегда меньше, чем потребности. И вот это ключевой по своей сети момент, если вы будете четко осознавать доступность благ, доступность средств, и сможете грамотно, максимально эффективно использовать эти средства, а также будете четко представлять свои задачи, то ожиданиям, завышенным ожиданиям, просто неоткуда будет взято. По сути, это, то, что я рассказал, это, наверное, ну, одни из ключевых, из главных постулатов о психологии подпознания. И именно с этим, мне кажется, у вас есть проблемы. Конечно, можно посмотреть на ситуацию немного шире, и предположить, что у вас есть так же неуверенность в себе, предположить, что у вас есть так же проблемы с мотивацией, то есть, я не говорю, что у вас нет мотивации, я скорее-скорее хотел бы сказать, что эта мотивация, она не является личной, она не является персональной, она может быть перегруженной, перегруженной ожиданиями других людей, например, от того, что вы делаете. И если это так, если это действительно так, то с этим тоже нужно что-то делать от лишних мотивов в своей деятельности вообще нужно избавляться, потому что лишние мотивы только мешают, особенно если это разновекторные мотивы, то есть, которые как бы движут вас в противоположное направление. И вот тогда у вас также вам будет легче и проще добиваться своих целей и не строить ложных иллюзий. Следующий важный момент, о котором мне бы хотелось сказать, включается в уже озвученном мной возможном комплексе неуверенности в себе. А если такой комплекс действительно у вас есть, то очень бы хотелось, чтобы вы отдавали себе отсчет в том, ну, вообще говоря, в чем вы именно неуверены в себе. А от этого зависит успешность вашей деятельности, успешность всего того, что вы вообще делаете. И чтобы эта деятельность была успешной, вам нужно быть в себе уверенной до конца абсолютно, неуверенность а это невозможно пока у вас есть комплекс данный комплекс. И это конечно есть. Вот примерно так можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что оказался полезен вам. Если какие-то дополнительные у вас остались сочинения, вы можете задать мне их в личку. Буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.